Готовим тарт с франжипаном и грушами. Подготовьте миндаль, залейте кипятком, оставьте на 15 минут, затем снимите кожицу, обсушите в духовом шкафу и измельчите вот в такую крошку. Приготовим основу для нашего тарта. Смешиваем муку с сахаром и солью, добавляем холодное сливочное масло и все это перетираем в крошку. К полученной крошке добавляем 1 желток и пару ложек ледяной воды. Все это перемешиваем и собираем в комок. Комочек теста приплюскиваем и отправляем в холодильник. Достаем из холодильника через час и раскатываем в пласт. Перекладываем наше тесто с помощью скалки в кольцо для выпечки. Я использую форму от бренда Мекин. Это перфорированное кольцо сделано для создания великолепных тартов. Распределяем тесто по кольцу, накалываем и отправляем в морозилку. Приготовим начинку франжепан. Миндальную крошку смешиваем с мукой, сахаром, растопленным сливочным маслом и яйцами. И все тщательно перемешиваем венчиком до однородной массы. Франжепан готов. Займемся грушами. Очистите их от кожицы и нарежьте тонкими пластинами. Достаньте тесто из морозилки и отправьте на него утяжелитель. Затем отправляем тесто в духовой шкаф на 10 минут. По истечении времени снимаем утяжелитель и отправляем в нашу основу франжепан. Распределяем венчиком и выкладываем аккуратно груши. Отправляем в духовой шкаф выпекаться 180 градусов на 30 минут. Тарт готов. Выпекала его на противне листе от Ромикин. На противне я ничего не укладывала. Заметьте, нет ни бумаги, ни силиконизированного коврика. Ничего не пригорает, потому что в тесте достаточно масла. А кольцо оставляет прекрасный рисунок на бортике песочного теста. Это идеальный вариант для выпекания тартов, тарталеток, песочных пирогов. Попробуйте обязательно. На разрезе тарт получается с хрустящей основой и нежной внутри. Пробуйте готовить с Ромикин. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки и подписывайтесь на наш YouTube канал. Заходите в каталог Ромикин на Валберес. Всем удачи, прекрасной выпечки и вкусного чаепития. Пока-пока!